Дорогие друзья, многие задают вопрос, как пережить трудную болезнь. И на этот вопрос мы постараемся ответить на библейском портале Экзегет. Вообще, вот даже учитывая свой личный опыт, хочется сказать, что всякая болезнь, она помогает раскрыть в душе лучшее, то лучшее, что должно там быть, но что часто мы игнорируем, не замечаем и посвящаем себя какой-то суете. И вот в Священном Писании есть такие удивительные строки, хотя внешне наш человек тлеет, но внутренне со дня на день обновляется. И апостолы говорили это, отталкиваясь от личного опыта, опыта скорбей, опыта болезней. Они все претерпели самые страшные мучения, уйдя из жизни после длительного скорбного пути. Но удивительно, какая радость была у апостолов, вот как мы читаем в книге «Деяний», что первохристианскую церковь наполняла радость о Святом Духе. И это были люди подлинно свободные. А почему так? Да потому что их сердце было с Господом, который тоже прошел по пути страданий, по пути крестному. И когда ты с Господом, то ничто тебе уже не трудно. Вот всякая болезнь, она прежде всего позволяет нам освободиться от лишнего. Обычно мы строим в своей жизни какие-то карточные домики, у нас очень много планов. Выстраиваем мирские суетные перспективы на будущее. Пытаемся себе создать что-то такое невероятное. И болезнь, она нас возвращает на земли к реальной жизни и показывает, что все земное очень быстро рушится. Вот как это случилось с праведным Иовом, когда он потерял все, что имел, и произнес «Нак, я вышел из чрева матери моей, нагим и уйду отсюда». И вот такое вот смирение, смиренное видение себя, помогло Иову возвыситься до удивительных высот. Так что в самом конце книги Иова мы видим, ему дается богоявление. «Господь сам является праведному Иову, удостаивая своей благодатной встречи». И вот такой благодатной встречи удостаивается каждый страждущий, когда правильно принимает свою болезнь, а принимает ее как Божие посещение. Божие посещение означает, что рядом с нами сам Господь. Он нас ведет за руку, он сам прошел через тяжкие скорбные, самые тяжелейшие испытания, прошел через Голгофу к славе воскресения, и вот это воскресение открывается нам, а понять смысл и ценность этого воскресения помогают наши страдания. Они отвлекают нас от земного, от греховного и позволяют увидеть то самое ценное, к чему призван человек.